Так, можно сказать, да? Вот я слушаю вас, вы много раз сказали, за то время, 5 минут, что вы слушали. Пожалуйста, представьтесь, вот я представлю. Ополченец Юрий Юрченко, франц. Да, Юрий Юрченко, да, я вас слушаю. Да. Вот, много раз, что вы с большой радостью это увидели, с большой радостью видите это, и много встретили, и это с большой радостью. Я вчера выезжал с людьми, которые здесь присутствуют, позавчера, из Славянска. Я, в отличие от вас, радости не испытываю. У нас все, мы в слезах эти два дня. Подождите сейчас, секунду. Я думаю, то, что вы красиво и хорошо говорите, что вот как помогли, и как помогают, и как общество будет консолидироваться, и в будущем какие перспективы прекрасны, ничего не имеет общего с реальной ситуацией, которая здесь. Это записки такие посторонние, как бы, понимаете? Здесь, я читал, у нас сейчас два дня нет выхода в интернет, я успел прочесть перед этим, что вы сказали. В выступлениях Стрелкова прозвучали в последних. Не скрытые, достаточно откровенные упреки руководству России в том, что обещанной помощи не было ее. И вы сказали, что подобные заявления, не называют на месте Стрелкова, это ложь. Это буквально вы сказали. Я процитирую. Значит, то, что мы все упрекаем себя, мы видим этих стариков, глаза, которых мы оставляли ночью. И я себя упрекаю. Но ответственность, я считаю и убежден, лежит сейчас на уважаемой мной власти российской за это. Ответственность тяжелая. А на вас ничего не верит? На нас лежит. Мы к себе предъявляем больше, чем выпадать в жизнь. Мы ушли. Я вам сейчас объясню. Вот ваша помощь. Вот эти ржавые автоматы. Спасибо за них. Но всем этого мало. Мы с охотничьими ружьями стояли. Почему вы оставили 12 тысяч автоматов там? Кто? Вы кому верите? Вы парашенковые? Вы видели. Называть номера? Вы видели, назовите. Вы видели эти автоматы? Называть номера. Далее. Вы видели? Да есть. Оставлены. Значит, вам украинцы их показали? Нет, не украинцы. А как их вы видели? Мне показали это другие люди. Ваши же ополченцы. Как они могли показать, если они их оставили? Как они их оставили? Они их фотографировали. Подожди, секундочку. Я вылез оттуда все. Я был в разведке, я видел эти 12 КамАЗов. Спокойнее. И ты тоже спокойнее, милый человек. Не ты, ребят, что вы хотите сказать? Ребят, мы все разговариваем, мы все орем. Подождите минуту, подождите. Люди хотят высказаться. Они у меня право высказаться. Они справедливо, конечно, спокойно. Они хотят высказать свою горечь и так далее. Но мы же имеем право задать вам ответные вопросы. Вы же отговорили, и я вас не перепевал. Вы перепислили. Вы перепислили. Я вообще не буду переваливать. Вы будете говорить час. Я собралась моя пресс-конференция. Это моя пресс-конференция. Я должен ответить на вопрос. Давайте, да, минуточку, минуточку. Подождите, да. Давайте люди, которые сюда пришли. А тут еще пришли люди, которых я приглашаю. Вы, ополченцы, да? Пришли еще люди, которые были в Словенске. Я бы хотел пригласить этих людей вот сюда, ко мне. Всех вместе. И давайте поговорим. Давайте. Присаживайтесь. Вы присаживайтесь. Садитесь. Вы пригласите, кто был в Словенске. Пожалуйста. А то все время... Садитесь рядом, садитесь. А то все время говорят, что нет людей, лица, что мы какие-то показываем маски. Я разговаривал с одним из ваших ученцев из Словенска, который, естественно, был в маске, потому что он там оставил себе, он поехал почти без надежды. Игорь Михайлович, позвольте мне, давайте, если уже мы перейдем к дискуссию, то хочу сказать, что я идеологически некоторые ваши вещи разделяю, разделяю патриотическую позицию. Я тоже за красный православный проект, тоже патриот, у нас очень много общего с вами. Однако последняя критика в адрес Игоря Ивановича Стрелкова, она... Ну, вы себя с военной точки зрения выставили в не очень хорошем свете, в смысле непонимания военного смысла ситуации в Словенске. Вы военный человек? Я там был... Какой ваш чин? Я там был... Ваш чин военный? Рядовой. Почему вы считаете, что вы, как рядовой, можете оценить мою военную подготовку? Потому что я ежедневно общаюсь с людьми, которые воюют в Словенске. Ежедневно. Я ежедневно получаю информацию... Воюют? Да, они до сих пор воюют. Расскажите об этом. Как они там сейчас воюют? Вы знаете, что в Словенске ставлю... Да. Вы же говорите, воюют? Они воюют. А что, сложил кто-то оружие, хоть одинополченец сказал, что я не буду больше военцать? Одиннадцать тысяч сложили, как же, по-моему, даже слышали. Нет, нет, все ополченцы продолжают воевать. А вы наступаете с критикой единственного человека, который способен продолжать войну за Новороссию. Я вот у вас тут гость, и вы показали, как вы вежливы. И кто вас сюда прислал? Меня никто не прислал. Ну, конечно, сами свободны сюда прислали. Извините, я самодостаточная личность, чтобы меня кто-то сюда прислал. А как это самодостаточная личность? Кто-то из отряда? Из отряда? Да. Из какого батальона? Из батальона народного оплачения Донбасса. Самой многочисленной силы, которая воевала в славянских, краматорских и других городах. Кто-то, кто говорит, проводить народным оплачением Донбасса? Игорь Иванович Стрелков. Вы являетесь манной кашей, которая сама себя хвалит. Правильно? Вы представитель Стрелкова, который хвалит Стрелкова. Давайте еще. Есть другая позития. Дождите, секундочку. Давайте поговорим о конкретных... И главное, что, извините, но вы совсем это не можете делать. И вы ко мне, офицеру, обращаетесь с тем, что вы рядовой оцениваете мою военную компетентность. Давайте разберем все ее слагаемые. Ну, вы уж разобрали. Почему? Это видео все слагаемые. А вы, давайте я еще раз разберу. Оно глупое. Ну, это ваше оценка. Оно не является оценкой военной соотношения материальных сил военных. Господин Стрелков. Двух сторон. Послушайте меня. Господин Стрелков. То, что вы говорите, что он получает, что его снабжают. Вы слышите, как меня перебивают, да? Вот сидит начальник штаба Игорь Иванович. А, начальник штаба, представьтесь, пожалуйста, представьтесь, начальник штаба. Я очень рад. Я очень рад. А почему Игорь Иванович сам сюда не пришел? Потому что Игорь Ивановичу надо оборону устроить и воевать. И мы надо построить оборону, как бы... Неважно. И второе. Давайте, смотрите, как я с вами спокойно говорю. А что же вы кричите-то все время? Человек старше вас, приехавшего к вам в гости. Давайте говорить по-лучшему. Давайте. Давайте от 12 тысячи постаматов поговорим. Давайте. Я вывозил все вооружение до последнего ПМ. Я лично вывозил. Никаких 12 тысяч автоматов там не было. Скажите, пожалуйста, Россия вам не оказывает помощь? Вот еще. Где второй автомат этот, Ржавый? Да, вы смотрите. Нет, я еще сейчас принесу двуствому. Нет, вы не скажите, глядя в лицо. Вы не скажите, глядя в лицо. Россия оказывает помощь или нет? Мы вам показываем. Да или нет? Мне не надо показывать автомат. Да. Нет. Вы кривещите. Нет. Вы кривещите. Нет. В какой форме? Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Два данных. Подождите. Два данных. Подождите. Это танки с ржавого завода в Артемовске. Россия не оказала вам, не поставила вам ни одного автомата. Нет. Россия не поставила ни одного пулемета. Нет. Россия не поставила вам ничего. Вы нагло жжете в интересах Стрелкова, который хочет скомпрометировать Россию. Вы нагло жжете. Да вы было глупости говорили. Ну хорошо. Все будет. Какая компрометация? Обоснув. В чем? Я обосновываю эту тему. Вы уличили во лжи. Обоснуйте свою правду. Я обоснуваю эту тему. Обоснуваю. Тем, что я видел эту тему. В России не можете сказать. Где самых разных точках, которые я, естественно, из соображений того, что здесь есть камеры, не буду называть. А это что за техника? Это техника. Это современная бронетехника вполне. То есть? Ноны оружия. А вы в курсе, что эти ноны заплачены? Нет. Не все. Не все. Но из трех нон, одна неисправна, одна захвачена. Вы про гранатометы что скажете? Да. Как они стреляют? Я могу сказать про гранатометы. Я могу сказать про Турсы, которые должны были уничтожены в 2001 году. Скажите, подкрой про гранат. Гранатометы стреляют из 5-1. Турсы действуют из 4-1. Хорошо. Про ноны могу еще на мигнуть, так сказать. Следующее. И еще тут воюют подорветься в времен Великой Отечественной войны. Я вам должен сказать, что подобная ситуация действительно имела место. Нам нечаясь не имеют. Нет. И Стрюкову, из потоков, которые шли, направлялся главный парк. Все остальное. Теперь вы будете говорить, что это вранье, а я буду говорить, что вы нагло лжете. Вы знаете, что лжете выплаты подтвердят все ополченцы, те, которые в военном. Давайте проедем к ополченцам из Славянской, и они вам расскажут все. Давайте проедем к ополченцам из Славянской. Вы им расскажете то, что вы говорите на камеру. Это Павел Губарев, народный губернатор. Так вы полженцы? Поедем к ополченцам из Славянской. Так вы Павел Губарев? Да. Ах ты Павел Губарев. Понятно. Значит вопрос заключается в том, что вы даже не осмелились сказать, кто вы. Так вы должны узнавать. Вы приехали куда? Подожди минуту. Мы приехали к нам... Подожди, а зачем же ты людям под телевизор лгал-то? Когда я лгал? В чем? Потому что сказал, что ополченец. Так это не луж, это правда. Я ополченец, я под присягой. А кто еще? Ну кто еще, кроме как ополченец? Народный губернатор. Ну как представь, народный губернатор. Да все это знают. Это только вы такой эксперт не узнали его. Я хочу сказать вам. Я хочу сказать вам. Вы в каких-то голосах витаете, если вы не узнаете, каких вы обладают витаете. Вы можете сколько угодно кричать. Да вы не кричите. Это вы можете сколько угодно кричать, потому что ваши истерики уже спокойно воспринимают. Но давайте-ка мы сейчас познакомимся вас с теми представителями, которые вели с вами разговоры. Когда? А не узнаете вы? Когда? Ну и дальше вы узнаете больше. Когда вы с Алексеем приходили в СБУ? Разве не вы меня пригласили? Много кто. Не ваша жена подписывала письма с благодарностью такому негодяю, как я? Мы всем, кто оказывал гуманитарную помощь, подписывали письма благодарностью. И вы сюда меня пригласили? Мы не отбираем. И не вы меня сюда пригласили? Так вы присядьте. Нет, почему я вас спрашиваю? Вы не стояли. Давайте по порядку. Вы меня пригласили или нет? Да или нет? Мы действительно писали благодарственные письма. И я подтверждаю эту благодарность. И намерен ее дальше. А почему вы перенесли разговор? Очень много. Это очень знакомое. Я приглашаю сюда не только вас, я приглашаю сюда и других патриотов с патриотической позицией, которые идеологически близки по духу русской весне. И вы писали в ней письма, и я приехал? Нет, письма я не писал. Не писали, точно помню. У вас такая хорошая память, что лицо вы не помните? А какие письма подписывали помните? Лицо знакомое. А, знакомое? Лицо очень знакомое. Ну так вот прекрасно. Только нам непонятно. Нет, давайте мы разошлись, мы вернемся сейчас в военную тему. Я скажу пару слов и вернемся. Значит, по поводу 12 тысяч автоматов это умножка абсолютно. Абсолютно. Вот человек заявляет, что это умножка. Ни одной единицы даже стрелкового оружия. Там осталось небольшой... Будьте добры, повторите это, пожалуйста, на камеру. Да, я говорю на камеру. Повторите, пожалуйста. Михаил Анатольевич, представьтесь, кто это. Да, начальник штаба оборудования. Фамилия. Извините. Да, может вам еще адрес домашний? А, не надо. Ну как не, позвоните, потому что кто знает, может быть не начальник. Вот губолик нашел, хотя ополчение. Нет, это начальник штаба Михаилов. Да, прекрасно. Нет, это телевидение. Телевидение должно знать, что ни одного ствола мы там не оставили. Это абсолютная правда. Я лично занимался вывозом всего стрелкового вооружения. Ни одной единицы бронетехники, кроме одного танка, у которого был загрязнительный двигатель, не было оставлено. Все было выведено. Это заявление полностью противоречит заявлению стрелкового, которое мы сейчас покажем. Да, вашего начальника. По поводу 12 тысяч автоматов. Нет, не по поводу 12 тысяч, а по поводу бронетехники. Давайте покажем сейчас заявление стрелкового. По поводу той бронетехники, которая отступила в бой. И была сужена в связи с ошибкой ваших людей. Простите, это разные вещи. Была бронетехника или нет? Откуда вы взяли про ошибки? Из слов Стрелкова. Да, была ошибка. Из юричных слов Стрелкова. Я цитирую Стрелкова. В отличие от вас, я читаю его заявление. Поставлено. И подняли на вступление. Это разные вещи, простите. Дорогие, давайте спокойно. Счастника была оставленная или нет? Нет. Она была сужена. Она вступила в бой. Она была... Сергей Ерманович. Было два танка, которые вступили в бой. И они были с ошибками сужены. Да не с ошибками. Я специфирую. Я специфирую. Люди погибли. В бою вообще-то... Можно я посмотреть, что говорит Стрелков, руководитель? А вы знаете, в чем ошибка заключалась? Нет. Я знаю, что Стрелков сказал об ошибке. И я его цитирую. А я вам расшифрую, в чем ошибка заключалась. Ошибка заключалась в том, что командирам танков было приказано нанести удар по блокпосту, а потом уходить мимо него полями. А танкисты решили идти в бой и пробиваться по дороге. В итоге они не смогли пробиться. Уничтожили какую-то часть вражеской бронетехники и личного состава. А потом напоролись на него. То есть можно я уточню? Да. Таткисты решили сделать не то, что было приказано? Да. Видимо, в бою у них заклинило. Это бывает. Это бывает. Извините, бывает. Они геройски погибли. Вы сейчас еще танкистов бороться. Частьем и славой. Вы видите, что вы занимаетесь домобой. Это не домобой. Вы водите в один в бой. И потом говорите о домобой. А почему вы решили, что я не был поэт? Это ваша проблема. Вы поймите, вы сидите с людьми, которые в русской весне с первого дня. Тут нельзя качать. Нужно конструктивно, если есть конструктив у вас, что вы можете сказать? Вы разрешите мне его изложить? Да, конечно. Можно, конечно, с пеной у рта встать. Пеной у рта – это термин сваницы. Это термин сваницы. Вы выражали мне свое восхищение когда-то. Теперь вопрос заключается в следующем. Вы мне предлагаете и даете возможность изложить свою позицию спокойно и вежливо, и не будете меня перебивать? Да, только в одном случае. Если не будет идти вечер, откровенно и лжи. От 12 тысяч командов, которых не было. И я это могу засвидеть. О поддержке России огромным количеством бронетехники, которого не было. Значит, теперь вопрос заключается в следующем. Поддержку России военной техникой я в деталях, как вы понимаете, не имею права обсуждать. Скажу вам лишь в целом, что военная техника, которую я считаю и буду наставить на этом, поставляет российское гражданское общество, а не власть, а не государство. Вначале шла безобразно. И вы постоянно получали очень плохие изделия. Четвертые категории. За последние две или три недели ситуация резко изменилась к лучшему. Вы это прекрасно знаете. И я не буду здесь разбирать, в какой степени на это повлиял сидящий перед вами представитель гражданского общества. Но все, что я говорю о военной технике, я знаю. Разрешите тогда ответить на то, что вы сказали. Речь идет всего о трех танках и трех БМП. На каком направлении? Речь идет о Славянске. Я не говорю о других городах. Нет, есть подразделения, которые вооружены до зубов. Но не воюют. Павел, дорогой, а ты сейчас встречал. Разрешите, я закончу тогда. Речь шла только о Славянске. И речь шла об оставлении Славянска. Вот если бы мы его не оставили, было бы уничтожено все ополчение. С нами вместе были бы уничтожены и жители, но их уничтожают и без нас. Оставлять там подразделения для того, чтобы его уничтожили, ну это верхнее стратегическое искусство. Это военная глупость. Вы мне когда-нибудь дадите вам что-то ответить? Ну, вы все время говорите. Я вам ответил на... А разве только что говорите. Я вам ответил на... И так... Вы не говорите, что сколько вы получаете, сколько у тебя будет, тогда я буду танк. Да, в основном. Нет, секундочку. Нет, конечно, не все. А боевые расчеты в танкер не нужны. Я вам привел это как пример. А помимо этого поставляются СКСы, ПТРСы, ремен Великой Отечественной войны. А почему они поставляются, например, ПТУРС и Хашин? Ну, вы понимаете, мы сейчас переходим в сферу ПТУРСов, да? И какие именно поставлены... Это очень важно. Очень важно. Потому что против нас выставлены сотни танков. Отвечаю вам. И нам их нечем бить. Отвечаю вам. Отвечаю. Отвечаю. Во-первых, и вы спросите своего правосудования. ПТУРСы тоже поставляют. Я вам уже ответил, что из пяти ПТУРСов один сработает. Отвечаю вам. Отвечаю. Я не могу подождать. Я не могу подождать, но это и в первую очередь. Знаю, знаю, знаю. Теперь я признаю вашу правду. Правда ваша заключается в том, что до последнего времени... Вы будете совещаться? Нет, я... Очень важно. А, очень важно. Поизвините. Война идет. Война идет, я понимаю. Теперь насчет войны. Да? С 90-го года. Даже с 80-го года. Поэтому разговоры о том, что я не знаю, что происходит на горячих точках, это не ко мне. Это так же смешно, как ваш друг сказал, приезжайте сюда и начинайте разговоры. А я разве не здесь? Мы говорим о конкретном. Теперь я вам говорю. Давайте договорить. Очень серьезно. Скажите, очень серьезно. Я считаю, что до самого последнего времени, и я не буду разбирать причины, поставки военные шли к вам безобразно. Возмутители. Я говорю это сейчас в эфире. До... До какого числа? До примерно 3-го июня. Вот. Они шли безобразно. Начиная с этого момента. Они пошли лучше. Они все равно категорически недостаточны. Поэтому у нас с вами основных расхождений нет. Я тоже считаю поставки недостаточными. И моя задача, одна из моих задач, убедить российское гражданское общество в том, что вы должны иметь много фаготов, много хорнета, много игл и много всего остального. И, конечно, вы должны иметь не такую автоматическую. Вы зря в этом смысле видите в человеке, сидящем перед вами, врага. Это неправда. Понимаете? Я даже не буду вам объяснять сейчас. Я вам не буду объяснять, как много я сделал, потому что я не люблю А хвалиться, и Б все равно не могу об этом говорить. Может быть, можно было бы, подумав об этом, за что-нибудь меня поблагодарить. Но я этого не жду, потому что я считаю, что мы все равно перед вами виноваты. Мы перед всеми вами виноваты. И от имени всего российского общества я приношу вам свое глубочайшее восхищение и выражаю чувства нашей вины, потому что любая помощь вам недостаточна. И вы действительно являетесь солью звереноски. И всем тем, что сражаетесь. Теперь, да, это конь. И я думаю, я думаю, что не только словами, потому что я понимаю, что словами помочь это мало, а и делом мы поможем. И будут они, те устройства, которые я назвал, и будут они, вся эта техника и все так. Теперь я прошу вас... Теперь по неконструктивной критике командования ополчения... Вы являетесь... И я абсолютно вижу, когда речь идет о живой воле, а когда речь идет о программе поведения. Человека, который не умеет осуществлять... Поэтому давайте это оставим в стороне. Теперь перейдем к следующему вопросу. Вы прекрасно понимаете, что с военной точки зрения очень многое здесь зависит от России. Мы крайне обеспокоены... И прям прошу передать эти границы тем, что началось. Вы не хотите... Омерзительно... С удовольствием. В любой момент. Давайте. В любой момент. Я ничего не боюсь. Вы только в интернете сказали, что со мной гонялись какие-то два БТР, а здесь БТР. Я уже веду информацию достаточно долго в конференции. Я вам объясняю. Мы крайне обеспокоены негативной, омерзительной, раскруткой образа, которая началась в последний месяц. Ее начал господин Просвилов. Он заявил, что господин Стрелков, я вам процитирую, посмотрите, в моей передаче висит. Является улучшенным Немцовым или Навальным. Господин Стрелков должен был это провернуть в ту же минуту. Или его пресс-секретарь. Как это опровергает господин Просвилов. Первое. Сразу же после того, как это было сказано на телеканале «Дождь». Было сказано несколько раз в виде поддержки господина Стрелкова, что он пройдет. Господин Губарев не может меня не перебивать, потому что он чувствует, чем бахнет. Сергей Ирванович, какая-то провокация, который Сергей Ирванович воняет. Сергей Ирванович, да, просто кто-то едет, они готовят какую-то провокацию. Просто сейчас бахнет, воняет. Товарищ Губарев говорит, воняет, он же не может говорить. Если, как бы, провокация, ну, тогда... Тогда вы слышите меня. Я с вами суда. А вы уже уходите? А вы хотите проехать по беседу? Да нет, пожалуйста, можно проехать по беседу. Я хочу по телевидению. Я же не хочу проехать. Провокация начинает. А что же вы уходите-то? А что же вы уходите-то? Куда ехать? Надо никуда ехать. А кто же вы уходите-то? Вы же хотели со мной разговаривать. Что вас обидело? Вы же все сказали. Я вам сказал, что вы сказали, что ваша цель в Ростове... Не вы сказали, а сказали за вас, мерзавцы. Вы слышите меня, что я говорю? Вы говорите, что я за вас, за звали сказали, что вы мерзавцы. Эти мерзавцы мешают военно-техническому сотрудничеству. Вы слышали? Вы срываете поддержку Приднестровья. Вы ее срываете. Вы профессиональные провокаты. А теперь вы будете говорить, что от меня воняет, что я профессиональный провокат.